Шалом и сян месес и просто здравствуйте! Так приветствовали гостей парка Дружбы Народов на его открытии. В юрейском подворье встречали корзины яблок и блюдами национальной кухни. Осетины, вошедших в дом, угощали пирогами и призывали станцевать под темпераментные национальные танцы. Своя история строительства узбекского дома у зельфузы Сабировой, костюмы, кухонную утварь и предметы быта собирали более полугода по всем узбекским городам. С единомышленниками успели подружиться, делится хозяйка подворья. Уникальный архитектурный ансамбль из 20 национальных домов и подворья раскрывает культуру народов, проживающих в нашем регионе. Все дома построены по принципу равенства и имеют примерно одинаковую площадь – 50 квадратных метров. Впервые срубы появились на территории этнокультурного комплекса в 2017 году. Точные копии жилищ воссоздавали при помощи архитекторов и ученых. Открытие комплекса объединило на одной площадке представителей разных национальностей. Важность объекта для сохранения культурного наследия региона отметили губернатор области Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина и приглашенные гости. Это традиция нашей земли, где испокон веков в братской дружбе жили люди разных национальностей, разных вероисповеданий. И парк дружбы – символ этой дружбы многолетних. Каждый дом интересен, в каждом доме собрано все самое ценное. Это исторические экспонаты, это, конечно, книги, литература, обычаи. Очень хочется, чтобы это было на долгие-долгие годы. И чтобы у нас подворье увеличивалось. Созданы все условия для того, чтобы народы ближе узнавали друг друга, узнавали те традиции, те обычаи, которые есть. Кладка стен, резьба по дереву, покрытие крыши, изготовление изгороди. Все декоративное оформление выполнено вручную народными мастерами и умельцами. Некоторые строительные материалы привезли с мест традиционного проживания народов. К примеру, природные камни для возведения осетинского дома и подворья были собраны у горных рек в Южной Осетии. А для кровли национальных домов использовали не только керамическую черепицу. В ход пошли такие материалы, как солома, тез, дранка и фальц. Мы видим, как эта деревня может жить, как каждый дом может воспроизводить традиции. Мы видим, что это только начало. Это старт большого пути. Мне вообще все понравилось. Я вот заходила в каждый домик, все очень хорошо. Концерт хороший. Здесь столько национальностей. Все дома разные. У всех культуры разные. Очень интересно. На центральной площади в день открытия этнокультурного комплекса зачитали поздравления от главы государства Владимира Путина. Этнокультурный комплекс в наглядной, увлекательной форме демонстрирует уникальное многообразие языков, обычаев, религий, которые по праву являются бесценным достоянием нашего Отечества. В будущем в парке Дружбы народов планируют разместить национальную библиотеку, ремесленные мастерские, интерактивные площадки и включить его в туристический маршрут Самарской области для того, чтобы этнокультурный комплекс стал центром сплочения и дружбы представителей разных национальностей. Ольга Павлова, Константин Головин, События.